зачем нам нужно часы на этот вопрос мы ответим вот в течение этих десяти минут а пока что можно сказать что часы нам нужны не только для того чтобы не опоздать домой к обеду часы должны быть точнее и точнее и они становятся точнее и точнее ну мы все знаем что сначала люди измеряли время по солнцу которая ходила вокруг земли потом люди стали измерять время часами которые мы носим на руке и точность увеличивалась и увеличивалась ну точность в математике физике как относительная точность определяется вот степенями 10 допустим насколько я знаю примерно 100 лет назад лучшие часы обладали точностью ну скажем там один к 100 тысячам один к миллиону 10 в минус 6 затем люди научились делать часы на кварцевых кристаллах и в последние 50-60 лет стандарт частоты стандарт времени основан на атомах потом есть электрончики и когда эти электрончики переходят с одной орбиты на другую они могут излучать или поглощать свет или электромагнитное излучение абсолютно определенной частоты частота света это количество колебаний электрического поля света в секунду соответственно если мы имеем атом и мы светим на него скажем микроволновым излучением это то как сегодня устроен стандарт частоты атомы цезия мы светим на них микроволновым излучением и этот атом отзовется на микроволновое излучение только абсолютно определенной частоты 9,2 и дальше 15 знаков в гигагерцах 9 миллиардов колебаний в секунду точность этих часов ошеломляющая это 10 минус 13 степени секунды и все равно и физикам и всем остальным этого мало и точность часов пытаются увеличить каким образом можно увеличить точность часов ну если вместо одного атома взять много атомов но чтобы они все были абсолютно одинаковые то так то что мы называем физики сигнал к шуму улучшается ну понятно что если у вас есть много атомов которые все синхронно себя ведут то вы померить можете лучше чем когда вы меряете на одном атоме дальше оказывается что вы не можете увеличивать количество атомов беспредельно потому что они начинают друг другом взаимодействовать и начинают друг другу мешать и получаются ошибки а относительная точность с помощью которой можно время установить она уменьшается с количеством атомов но если у вас количество атомов зафиксировано то дальше ее в общем уменьшить нельзя можно потому что можно эти атомы сделать не просто независимыми детекторами а можно их перепутать и если в часах использовать перепутанные состояния атомов то чувствительность таких часов при фиксированном количестве атомов может увеличиваться еще и еще больше и в моей лаборатории в других лабораториях такие эксперименты проводятся и по крайней мере показано что в принципе используя перепутанные состояния атомов можно измерить время лучше чем если этого не делать дальше зачем часы нужны еще раз ну предположим что у нас нет часов значит у нас не не будет работать депресс значит вот это глобал позешенный систем она основана на том что есть очень точные часы в нескольких точках пространства и измеряя время которое радиосигнал проходит от каждой из этих трех точек до приемника в вашем телефоне или вашей машине вы определяете свои координаты и это время нужно измерять очень точно а это значит что все эти часы должны друг от друга не отставать ну вот такой пример зачем собственно нам нужны часы в этой ситуации измерение времени превращается в измерение координат или длины вообще надо сказать что измерение частоты лазерного света это самое точное на сегодняшний день измерение которое может произвести человек сегодняшние часы чемпионские часы в лабораториях они уходят на одну секунду за всю историю вселенной у них точность 10 в минус 18 степени эти часы настолько точны что они идут по разному если они находятся на разной высоте это происходит потому что давным давно энштейн объяснил нам что из общей теории относительности следует что тяготение гравитация и пространство и время это одно и то же сейчас люди просто это видят живьем часы которые передвигают на 30 сантиметров ниже начинает идти с другой скорости по сравнению с тем где-нибудь зачем это нужно всем нам почему часы идут по-разному потому что гравитация сильнее вы ближе к центру земли на 30 сантиметров но ближе теперь представьте себе что вы несете эти часы в чемоданчике довольно большой а у вас под землей вдруг обнаруживается место рождения каменного угля часы начинают идти по-другому вы начинаете копать и жизнь становится лучше физики очень любят измерять время измерять чистоту света и поскольку это самое точное я думаю измерение которое можно сейчас произвести с помощью этого измерения можно например проверить а действительно ли фундаментальные константы физики которые мы считаем действительно фундаментальными не изменяются во времени есть например такая константа как постоянная сверхтонкой структуры некая такая величина в нее входит заряд электрона постоянная планка и до сих пор мы жили и продолжаем жить в уверенности что такие величины как заряд электрона или постоянная планка или постоянная сверхтонкой структуры они не меняются во время сейчас с помощью часов которые имеют точность 10 минус 18 люди начали просто измерять эти постоянные как функцию времени я думаю что через несколько лет у нас будет ответ на этот вопрос изменяется ли некоторые фундаментальные константы природные со временем или нет если они изменяются это начало нового мира физики и и